Всех приветствую, с вами Сергей Никонов, и сегодня мы поговорим про HTML-списки. HTML-списки бывают двух видов – нумерованный список и маркированный список. Маркированный список очень часто используется, когда вы создаете навигацию на сайте. И давайте сейчас на простых примерах рассмотрим, как создаются эти HTML-списки. Давайте сейчас удалим все из прошлого урока. И начнем мы с нумерованного списка. Допустим, у нас есть какой-то список дел. Давайте мы создадим сейчас h1. Здесь напишем to do list. И создадим нумерованный список. Создается он очень просто. Для этого напишем тег специально html.ol. Нажмем на tab. И вот у нас создался он. И внутри этого тега нам нужно написать тег li. Так он пишется. Также нажимаем на tab. И в него, например, напишем первое дело. Пусть оно так и будет называться. First. Какое-то второе дело у нас будет. Давайте мы его тоже создадим. Напишем li также. Напишем second. И пусть будет, например, какое-нибудь третье дело. Также напишем third. Сохранимся. Давайте посмотрим, что у нас получается. Перейдем в браузер. И как вы видите, у нас появился такой вот нумерованный список. Здесь у нас добавились единичка, двоечка, троечка. И, соответственно, такие вот отступы. Если мы сюда еще что-то добавим, какой-то еще список дел, ну пусть будет там с тремя точками, то у нас появится здесь четверочка. Также можно сделать вложенные списки. Но лучше, наверное, сразу опять-таки показать на примере. Давайте мы здесь делаем следующее. Вот это вот сейчас удалим. И сюда мы напишем, например, глава 1. И дальше мы напишем следующее. Внутри тега ol создадим еще один тег ol. И в нем еще создадим несколько тегов li. То есть у нас будет какая-то там одна глава содержания. И давайте сохранимся, посмотрим. То есть у нас идет глава 1 и потом идет вложенный список. И таких вложенностей может быть сколько угодно. То есть вы можете здесь также там создать еще один, например, ol внутри. И также написать li и еще что-то туда добавить. И у нас появится еще одна вложенность. Но чаще всего используется маркированный список для создания меню. Давайте сейчас также этот пример рассмотрим. Здесь мы давайте напишем какой-нибудь киномонстр. И сюда вот после киномонстр напишем следующее. Напишем теперь ul. Так, это пишется, если мы раньше ol писали, то сейчас напишем ul. Это уже маркированный список. И внутри также разместим в него теги li. Здесь, например, у нас будет написано main page. А второе будет у нас написано, например, news. Как мы с вами в прошлых уроках писали, когда создавали ссылки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Выглядит это сейчас вот так. То есть у нас появилось два дополнительных типа. И здесь такие вот точки стоят. Если здесь стояли циферки, то здесь уже стоят точки, потому что это маркированный список. И чтобы наша навигация работала, мы можем вставить внутри тега flea, соответственно, наши ссылки через тег a. И здесь напишем main page. У нас будет надпись между тегами a находиться. И здесь будет ссылка на главную страницу. Если вдруг вы еще не понимаете, как это работает, пересмотрите урок, где мы создавали с вами ссылки. И то же самое мы сейчас делаем с вами для news. Соответственно, я это скопирую. Здесь вместо main page напишу news. И ссылку создам на страницу news. news.html Давайте сохранимся, посмотрим, что у нас получается. Вот у нас появилось такое вот меню. То есть если мы нажмем на news, мы сейчас перейдем на страницу с нашей новостью. Если мы нажмем на главную страницу, то, соответственно, вот мы попадаем на главную страницу. Точно так же вы можете создавать вложенные списки. Когда, например, у нас есть какой-то интернет-магазин с категориями, мы можем делать вот так вот. Здесь у нас есть какая-то, например, главная категория. Электроника. И в нее мы можем вкладывать какие-то еще категории. Например, здесь мы сейчас создадим еще один тег. И в него напишем название этой категории. Например, пускай будет телефоны. Также будет еще какая-нибудь. Например, там телевизоры. Сохранимся. Давайте посмотрим, что у нас получается. И вот у нас такая получается вложенность. Какая-то идет основная категория, а внутри нее уже вложенные категории. Так работают маркированные списки. Как вы видите, HTML-списки создаются очень просто. А для того, чтобы лучше закрепить ваши знания, я рекомендую пройти интерактивные задания на сайте FratCode. С вами был Сергей Никонов. Увидимся в следующем уроке.